Главный тренер команды Ахмат Исабайтиев. Нелепый гол со стандартом, после чего где-то какие-то моменты были равны игра. Нелепые, две удаления, это результат матча. Тяжело, конечно, делать быстрые, скажем так, выводы из сегодняшней игры, но все-таки, насколько сегодня зрители не увидели тот Ахмат, который вы готовили к сезону, и насколько есть шанс в следующей игре, что команда предстанет совершенно другой? По крайней мере, будет другое, но чтобы команду сделать, я за два-три тура не могу команду делать. Каждый год 5-6 человек уходит, много приходят, плюс мы отдаем первую команду, перед самой игрой отдали, в центральной защите были проблемы. Поэтому будет тяжело, как в моей работе будет тяжело, так и создать новую команду. То, что от нас зависит, от тренерского штаба мы будем делать, работать, а там видно будет. По крайней мере, нам тренерского штаба не устраивает такая игра, хоть девятерем, хоть пятерем надо с до конца играть, стараться играть в футбол. У нас сегодня не получилось, не получилось взять двух удаления. Ну и долго вас, конечно, томить не будем. Последний вопрос. 5-0, тяжелое поражение, но все-таки что-то положительное из сегодняшнего матча удастся вынести? Я думаю, положительное я ничего не увидел сегодня. По крайней мере, в момент, когда желание было, после пропущения второго голова они остановились. Такой команды у нас давно без характера не было. Будем решение принимать, потому что так нельзя играть. Так нельзя играть. Такие нелепые ошибки, такая самоуверенность, когда ненужная. Понимаете? Плюсов сегодня нет, одни минусы. Спасибо, успехов. Рубанов Денис, игрок команды футбольного клуба Сочи. Рубанов, Денис, поздравляем, во-первых, тебя с победой, с дублем. И давай по-честному, ты сегодня ожидал, что в Грозном получится победить со счетом 5-0? Ну, нет, я так вообще никогда не думал. Ахмад всегда очень неуступчивая, бойкая команда и всегда с ней трудно играть. Но в этот раз, скорее всего, из-за двух удалений нам получилось сделать такой результат. В первом тайме, скажи, было очень тяжело, просто очень жаркая погода. Как вообще на поле себя игроки ощущали? Да, из-за погоды нам было немножко тяжеловато. Потому что мы вроде и знали, ехали, предполагали, что так жарко будет. Но когда ты выходишь, это совсем по-другому ощущается. Ну и прокомментируй сегодняшние твои два гола. Может быть, ты хочешь кому-то их посвятить. И самое главное, как так удалось. Все-таки ты в прошлом году был лучшим бомбардиром и уже вот с первого матча этого сезона заявляешь свои бомбардирские права на новый сезон. Не знаю, получается так. А посвятить хочу своей бабушке, бабушке Гале. Всего ей хорошего, я ее очень люблю. Ну что ж, действительно, мы к тебе присоединяемся. И еще раз с победой. Спасибо большое. Кирилл Михайлович Гашичев, главный тренер команды футбольного клуба Сочи, молодежной футбольной лиги. Кирилл Михайлович, во-первых, с победой. И признайтесь честно, когда ехались на эту игру, вообще могли вы в самых смелых своих фантазиях предположить, что сегодня вы играете 5-0? Ну, наверное, нет. Будем реалистами, конечно. Но в любом случае, мы хотим побеждать в каждом матче. Ехали сюда за положительным результатом, точно. За счет чего удалось сегодня добиться этого результата? По первому тайму все-таки такого разгрома вообще ничто не предвещало. Оказалось, во втором тайме команды выйдут еще в более ожесточенный, скажем так, поединок. Может быть, команды немножко не так ожесточенность поняли, особенно хозяева. Ну да, были такие моменты, конечно, в равных составах. Было нам непросто. Возможно, конечно, сказывались погодные условия, безусловно. Но игра была такая, плюс-минус, скажем. Но при всем при этом мы просим ребят, чтобы они были смелыми на мяче, чтобы распознавали игровые ситуации, пространство и, самое главное, правильно ими пользовались. Сегодня даже при крупном счете наблюдалась картина, что отвечали игроки вашей команды тоже довольно ожесточенными единоборствами, тоже получили немало желтых карточек. Как считаете, ну просто соперники действительно ввязались вот в такую, как сказать, ну жесткую, порой жестокую игру, которая заразила этих и других? Или же как бы в чем-то другом кроется смысл? Да нет, наверное, отчасти и волнение, потому что я знаю Ахмата, молодая команда, и у нас много дебютантов. А так, конечно, футбол контактный вид спорта и без единоборств никак, а иногда они бывают иногда и жесткими, и жестокими. К сожалению, так. Ну и последний вопрос. Теперь, наверное, тяжело будет после такого неожиданного успеха в плане именно счета, а не по игре. Понятно, что ехали вы, наверное, за тремя очками. Вот как теперь настраивать команду на следующие игры? Будут с этим какие-то сложности, как считаете? Ну, надеюсь, что нет. Порадуемся сегодня немного, там, несколько минут, скажем так. Так, хорошие эмоции испытаем. Нужно все равно дорожить победой любой, как бы она ни складывалась, какая бы она ни была. И завтра уже будем восстанавливаться, компенсация планируется, выходной, и готовимся к следующему матчу. Ну что, спасибо, еще раз победой. Спасибо.